Здравствуйте! В эфире выпуск в студии Ольга Илларионова и о главных событиях к этому часу. Запад использует Киев для провокации Москвы, чтобы постоянно был повод обвинять Россию. Об этом накануне заявил Владимир Жириновский. Председатель ЛДПР хоть и назвал Украину язвой на теле России, но отметил, что серьезные проблемы Киев-Москве причинить не в состоянии. Никогда никакого соглашения с Украиной не будет. Ни по одному вопросу. Так мы вами и не очаровались. Это делается специально. Постоянный очаг напряженности. Вот как в Саудовской Аравии они бы давно подожгли бы все наши нефтехранилища. Но у нас нельзя. У нас система про птичку, воробья собьем. И опасно. Поэтому создали Украину, чтобы она постоянно спорила с Россией. Минские соглашения не подписывать, не продлевать, выборов не проводить, газ, ничего не делать. По всем позициям, по беженцам, по мостам. То есть это форма войны. Большую войну они боятся. Поэтому сто раз будут встречаться в Брюсселе, в Париже, в Минске. Ни одного соглашения не будет. Специально. То есть из Украины делают такого маленького монстра, чтобы он создавал напряженность. Вот никак. При этом, чтобы был повод обвинять Россию. Вот Россия и не хочет. У нас с Британией прекрасные отношения. Они у нас покупали газ. 700 фунтов стерлингов за 1000 кубов. Украинцы за 300 не могут. Ну нищая страна. Правда 10 лет назад. Нету денег. Что вы хотите, так сказать? Ну, вы не можете по рыночным ценам ничего покупать. Какая Европа у вас? Вы никогда вас в Европу не возьмете. Владимир Вольф. Вы не платежеспособны. Страна банкрот. Разочаровать может каждый. Вы предложите что-нибудь. Там война, в конце концов, на Донбассе. Да. С газом тоже у нас возникнут. С европейцами проблемы, если мы не решим с Украиной вопрос. А вы все только говорите бедами. А это выгодно только одной стране. Американцам. Но с ней же мы ничего сделать не можем. Почему? Пусть европейцы станут беднее. Пожалуйста. Если им так хочется. Если у них никакой гордости нету. Европейцы будут жить беднее. Украина не входит в Евросоюз. Нам-то что? У нас есть возможность использовать газ в собственной стране. У нас миллионы людей ждут газ, чтобы он пришел в их дома. Чтобы закрыть все станции, которые работают на угле. Чтобы был более чистый воздух. Чтобы это было самое дешевое. Самое выгодное – это газ. Потом мы можем его сжижать. И все больше и больше. Сжиженный газ по нашим танкерам пойдет в любую точку планеты. Поэтому потребителей огромное количество. И в очереди стоят. Но специально будут провоцировать с Украиной, с Европой. Другие цены, другие транзиты. Нужен очаг напряженности. Вот у человека есть язва на руке. Вот они, Украина, перец и соль посыпают больно. Посыпают больно. Не залечивать, договариваться. А все время подначивать. Чтобы было плохо всем. Славянам, чтобы было плохо. Русским, украинцам. А хорошо немцам, французам, голландцам, американцам. Они этого понять не могут. Это идет Третья мировая война. На минувшей неделе Госдума ратифицировала конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, которую внес Владимир Путин. Документ объединил Россию, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан. Конвенция закрепляет для государств понятные правила использования морской акватории, недр и устанавливает правила судоходства. Каспий объявляется свободной территорией от вооруженных сил других стран, не входящих в эту пятерку. Фракция ОДПР сегодня поддержала ратификацию конвенции по Каспийскому морю. Это важный международно-правовой документ, который определяет порядок использования Каспийского моря странами-участниками конвенции. Ими являются страны СНГ Казахстан, Азербайджан и Туркменистан. Еще важнейшим партнером является Иран. Как известно, Иран сейчас испытывает большое давление со стороны США. То есть США всячески сдерживают развитие Ирана, препятствуют реализации его мирной ядерной программы и накладывают огромное количество ограничительных мер, в том числе на вывоз энергоресурсов. Традиционно Иран вывозил нефть через Персидский залив танкерами. Но понятно, что противостояние США будет длительным. Поэтому Ирану придется развивать свою инфраструктуру для отгрузки нефти через Каспийское море. Сейчас пока на побережье Каспийского моря у них нет возможности осуществлять масштабные поставки нефти через Каспий. Но в перспективе они, конечно, будут вынуждены использовать этот маршрут для транзита своих энергоресурсов через Россию, Азербайджан, в Казахстан поставлять и так далее. Поэтому в экономическом плане эта конвенция представляет большой интерес как для Российской Федерации, так и для Ирана и других государств, которые находятся на побережье. Ну и очень важна, конечно, демилитаризация Каспийского моря, поскольку конвенция предусматривает запрет на присутствие в нем военных кораблей государств, которые не являются участниками этой конвенции. То есть, по сути, море становится закрытым. Это отвечает интересам безопасности Российской Федерации, а самое главное, создает хороший прецедент для того, чтобы использовать эту схему для других регионов. Например, для Черноморского региона. Как известно, там очень часто появляются американские корабли, которые проводят учения и зачастую угрожают безопасности Российской Федерации. Поэтому я считаю, что опыт в международных переговорах по Каспию нужно использовать и начинать переговоры по Черному морю. Тем более, что взаимоотношения с Турцией, как с ключевым государством Черноморского бассейна, у нас сейчас складываются неплохо и развиваются. Отсутствие дорог и освещения в темное время суток, как неразвитая инфраструктура и общее запустение. Это лишь часть проблем, которые преобладают в Комсомольске-на-Амуре. Напомню, в единый день голосования жители этого города, как и Хабаровский край, в целом проголосовали за ЛДПР. В итоге в Краевой Думе представители партии получили 30 мандатов из 36. О планах развития Комсомольска-на-Амуре прямо сейчас Кирилл Черкасов. Зеркальная ситуация в Комсомольске-на-Амуре. Город сегодня после правления представителей одной партии в запустении. Там нет дорог, там очень плохо с инфраструктурой, не освещен. Практически отсутствуют какие-то интересные проекты, которые бы показали горожанам, что действительно власть заботится о них. И сегодня задача нового мэра, новой городской думы Комсомольска-на-Амуре притворить все это в жизнь, реализовать те планы, которые заложены, реализовать те проекты, которые согласованы сегодня с краем и с федеральным бюджетом. Я очень надеюсь, что все новые депутаты, наши коллеги по партии ЛДПР, которые пришли, которые сегодня получают свои полномочия, они вольются в ряды партийного корпуса ЛДПР. И они докажут, что да, действительно, мы можем даже на отдельно взятой территории защитить интересы людей, максимально сделать для Хабаровского края, для дальневосточников, чтобы они чувствовали себя полноценными жителями России. И их интересы защищали депутаты, которые живут на Дальнем Востоке, которые знают проблемы Хабаровского края, которые понимают, как и где эти вопросы можно решить. И очень надеемся на поддержку федерального центра, потому что сегодня, конечно, странная позиция Министерства по развитию Дальнего Востока. Сегодня мы видим, что, к сожалению, его представители редко приезжают в Хабаровский край. На наш взгляд, это некое упущение. Мы, как федеральные депутаты, безусловно, будем поддерживать своих коллег в регионе и будем максимально стараться обратить внимание всех министерств, ведомств на то, что надо решать проблемы, надо помогать дальневосточникам и надо развивать тот богатейший потенциал, который есть у Хабаровского края и всего Дальнего Востока. На пост главы Комсомольска на Амуре избран кандидат от ЛДПР Александр Жорник. Он получил поддержку 56% избирателей. Всего на пост мэра претендовали 24 человека. До выборов дошли лишь трое кандидатов. Депутат ЛДПР Кирилл Черкасов заявил, что важным и решающим аспектом являлся тот факт, что кандидат был коренным жителем Комсомольска на Амуре. Был достаточно серьезный отбор и прежде всего, конечно, партийная организация смотрела на профессиональные качества человека, на то, чтобы он был местный. Нам предлагали привезти из Хабаровска, из другого региона. Но позиция Сергея Ивановича, Корсовета и Высшего Совета партии, она была однозначная, что это должен быть человек, который родился и вырос в Комсомольске на Амуре. Это должен быть человек, который имеет опыт хозяйственника прежде всего, человека, который разделяет взгляды партии ЛДПР, позицию губернатора и будет поддерживать и будет нести в то же время серьезную ответственность перед жителями и перед губернатором за то, что сейчас будет делаться в Комсомольске на Амуре. Поэтому очень надеемся, что коллега Жорник оправдает это доверие. А мы со своей стороны обязательно будем способствовать тому, чтобы максимальное внимание всего депутатского корпуса фракции ЛДПР было направлено на поддержку тех инициатив, с которыми они будут выходить на уровень федерации. Одна зарплата на двухнедельный отдых российской семьи на отечественном курорте. Глава Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, депутат ЛДПР Михаил Дегтярев предложил свою формулу развития российского туризма. Пока, по его мнению, эта отрасль приносит ничтожно мало в казну государства. Туризм должен быть локомотивом экономики. Сегодня всего 3,5% в ВВП вкладывает туристическую отрасль. Это ничтожно мало с нашими просторами, морями, горами, лесами. И нашими, самое главное, гостеприимными людьми. Поэтому, конечно, Минэк работает сегодня не так, как нам хотелось бы над развитием туристической отрасли. Но уже что-то, они хотя бы предложили стратегию развития туризма до 1935 года. Уже что-то. Там, в общем-то, амбициозные задачи ставятся. Рост количества денег в этой отрасли с 3 триллионов до 16 триллионов к 2035 году. Субсидии всем и операторам, и перевозчикам, и тем, кто будет строить новые гостиницы. Но я лично, как председатель комитета, как депутат фракции ЛДПР, обратил внимание. Можно очень много про триллионы говорить, но семья должна понимать среднее российское. Куда они могут поехать и за сколько. И предложил простую формулу, и от нее нужно отталкиваться. На одну зарплату вся семья должна иметь возможность раз в год, две недели отдохнуть на российском курорте. Вот эта задача амбициозная. То есть она говорит и о том, что нужно зарплату повышать постепенно, и снижать цены, и чтобы людям было понятно. Поэкономил ты, скопил условно 50 тысяч рублей. Ты должен с детьми иметь возможность не в пятизвездном, конечно, а в каком-то экономном варианте отдохнуть. И к этому часу у меня все новости. Оставайтесь на канале ЛДПР-ТВ. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok